Итак, дорогие друзья, курс 10, значит, когда теряется ТЭС в GC, понятие функции обертки и так далее, и так далее. Но я сейчас хотел бы обратить внимание на то, что мы не просто изучаем JavaScript, а учимся программировать. Это мой подход. Вот, давайте курс вы посмотрите, значит, код весь есть в уроке, все проделаете, это все нам понятно. Адреса сайтов скажу. Значит, ребят, смотрите, я не использую книги практически вообще при изучении JavaScript. У меня другое понятие, сейчас вы увидите. Значит, смотрите, вот мы с вами проходили уже, это уже 10 курс, этот курс где-то часа полтора. То есть, по сути дела, то, что на странице, ну вот откроем, да, я пользуюсь, спасибо ребятам за справочники, да, пользуюсь совершенно разными справочниками. Ну, в данном уроке, по сути дела, мы изучали, значит, тест, да, тест. Для тех, кто первый раз смотрит видео, я буду, это обзорное, это не обучение. Значит, ну, представьте, совсем такую ситуацию. Значит, у нас есть некая строка, контекст, да, и она должна нечто передать. При этом, по, значит, соглашению JavaScript, тест является ссылкой на то, что надо передать. И, значит, оно передает. Но вопрос в том, что мы нашли ситуации, когда тест передавался ранее в урок, когда не передавался, и когда он терялся. И, чтобы он не терялся, мы как раз-таки и начали изучать тот фрагмент кода, когда он не теряется. То есть, познакомились с функцией оберткой, познакомились с, значит, как ее написать. Сложного ничего нету. Нас интересовало больше. Значит, мы не просто изучаем, понимаете, открыть там книгу, как вот при изучении Python человек открывает, то есть, лутся, читает, говорит, ни хрена не понимаю. Так вот, такого со мной никогда не происходит. Со мной люди программируют. Значит, сначала мы составляли план упорядочить. Зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы пройти, значит, JavaScript, именно пропрограммировать совершенно с разных сторон. Когда мы с вами проходили урок, вы заметили, что я не пользовался ни книгой, я вообще просто пользовался справочниками и интернетом. Просто это мой не первый язык. Но я понимаю, что мы с вами действовали. Я бы хотел, чтобы вы не просто изучили, вы писали, вы понимали. То есть, да, в данном случае, это в данном случае мы изучали тест. Раньше мы с ним писали, узнали, что это такое. Но потом я вам начал показывать. Допустим, мы, когда с вами тест изучали, вот тут нашли один из самых удачных кодов, оказалось, что я вам показал контекст. А что такое контекст? А какие бывают? Я согласен. Мы бы могли открыть книгу и прочитать тест в одном месте, а про контекст в другом месте. Но это бы не сложилось в голове и не сложилось бы в конкретной ситуации. Так как я понимал, что уже где-то, что, а мне надо это, контекст. Поэтому мы с вами начали составлять план. Сейчас я покажу. То есть, мы начали составлять план. Сначала первый план. Потом досрочно понять функцию, параметры, аргументы функции, отличие от тест, контекст, контексты выполнения, глобальной видимости. То есть, я просто нашел то, что мне надо было на данный момент. Повторяю, моя цель не просто рассказать, пересказать справочник. Никому это не интересно. Справочник понятен программисту, который знает JavaScript, чтобы быстро посмотреть. Но научиться программировать, допустим, по справочнику довольно сложно. Поэтому, а как это возможно? Когда мы изучаем тот же тест, но при этом, если вводится понятие того же контекста, мы начинаем разбираться прямо здесь. И на самом деле находим также хорошую статью и забиваем ее в план. Далее мы начинаем понимать. Я то это знаю, но вы можете не знать. Я предполагаю, что отлично, нам надо понять сразу, что такое аргументы и параметры функции. Хотя, мы же изучаем пока базовый JavaScript. И вы спросите, а зачем нам сейчас полностью изучать функцию, если вы говорите, что функции мы будем изучать потом? Ребят, а я говорю, нет, мы будем изучать потом. Но давайте сделаем, по-моему, давайте сейчас досрочно изучим, что представляет из себя функция. И я это доказал вам в курсе. Хотя мы уже научились писать функции, создавать их, синтаксис изучили. И уже пользуемся ими. Уже даже пошли сложнее, научились уже писать объекты, научились соединять объекты и функции, и с этого получили методы. Но, ребята, ведь есть глобальные вещи, без которых нельзя никуда двигаться. И вот тут-то мы можем, конкретно изучая данный фрагмент кода, сказать, да, вот я написал функцию, а давай-ка-то почитаем. И я тоже нашел, но нашел это уже в Mozilla, да, где-то, где-то я просто вам показываю, но все, все есть здесь. Где там я нашел? Ага, в Mozilla. То есть, когда мы в Mozilla, хотя мы изучили, но в Mozilla толково я нашел описание, мы вот тот же тест изучаем, объект привязки тест, да, то есть он есть в каждом объекте, в каждой функции. И почему мы на тот же тест обращаем особое внимание? То есть мы уже учимся программировать с тест, рассматриваем варианты. До этого мы рассмотрели варианты, где этот наш тест, как он пишется, где он теряется, где может быть уязвимость, то есть все варианты. Да, может инвестировать вам много времени, но я уверен, что после этих вот уроков тест у вас засядет в голове раз навсегда. Вы будете знать, где найти информацию, вы будете знать, как использовать, вы будете знать, как посмотреть, вы реально будете писать код. Поэтому я говорю, нет, ребята, не потом, мы, я вам объявил, мы же еще в язык не лезли, один из курсов там, ну, примерно сколько часов, по два часа, уже 22 часа, и еще мы не приступили к языку. Мы только начинаем хватать глобальное, глобальное, нам надо знания. И вот я говорю, сейчас, а вы скажете, так зачем Валера? А я говорю, ребят, смотрите справочники, вы откроете справочник, да, у вас будет где-то тест один, где-то функции, ну, прочитаете вы код, чтобы после этого научитесь писать. Никогда! Ребята, которые проделали работу по справочникам, это огромнейшие молодцы. И, прочитав текст, да, скорее всего, поймет человек, который уже знает хотя бы один язык, да. Но мы с вами, дойдя до функций, пройдем эти функции сначала до конца три раза, тогда вы будете писать. Просто разница в том, что можно рассмотреть, допустим, что такое функция, великолепные сайты, я скажу. Что такое функция? Одно. А другое дело, вот мы сейчас работаем с тест, пишем функцию, да. То есть у нас в контексте, да, контексте, именно сейчас функция, которой конкретно при помощи тест мы должны нечто вывести. А вывести фразу там, утерян тест или нет. Мы ее, конечно же, выводим, все у нас работает, это понятно. Все у нас работает. Но ведь, если в данный момент, когда мы работаем с этой функцией, мы как раз-таки и залазим, и читаем, что такое функция, да. То есть мы себе, получается, у нас данный код в данный момент, он у нас как, вот, помните в детстве, кто собирал, брал травинку и землянику нанизывал. У нас есть стержень. То есть, скажу вот про свой стиль по-другому. Никогда нельзя терять нить понимания, понимаете. Всегда должно быть нить понимания, и мы должны понимать. И вот мы, конечно, говорю, ребята, а давайте-ка мы, хоть мы и познакомились с функциями, давайте внимательно, вот у Mozilla есть хорошая вещь, почитаем, что такое, что нам надо знать о функции. И действительно, вот эти вещи нам надо знать. И видим наш тест, с которым мы сейчас работаем. Хорошо. Но это мы подробнее разберем в следующем курсе. Мы пока составляли план. Далее. Второе. Я говорю, ребята, ну хорошо, пойдемте дальше. Мы, нам, при написании обертки, случилось так, что мы должны были использовать метод bind. Мы его писали сами, но есть встроенный метод. И мы открываем тот же метод bind. Где-то я его находил. Сейчас, чтобы вы поняли весь смысл. Так. Что-то у меня много всего открыто. А, ну вот, что первое нашлось. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот оно. Метод bind. Хотя мы писали свой. И я говорю, ребята, вот давайте читать. Просто я показываю, как изучить любой язык и понимать. Метод bind создает новую функцию, которая при вызове... Ребят, смотрите. Мы могли... Смотрите, давайте я все-таки пусть затрачу время. Которая при вызове устанавливается в качестве контекста. Выполнение тест представленное значение. В метод также передается набор аргументов, которые будут установлены перед переданными с привязанной функцией аргументами и при ее вызове. Я все понял. А вот новичок, или вы сидящий за экраном, если не изучали, 100% сейчас докажу, вы нихрена не поняли. Знаете почему? По одной простой причине у меня сработали предыдущие языки. Вот поэтому я вам передаю это. То есть в чем они сработали? Сейчас покажу. Мы проделываем этот код. Великолепный код. Спасибо этому парню. Но у нас возникает, у меня возникла масса вопросов. Помните, я вам только сказал, нам надо сейчас разобрать функцию. При этом я говорю, да, мы еще не вступали в JavaScript. Но давайте посмотрим, что такое функция. Когда будем изучать, у нас уже будет понимание, и мы еще тверже изучим. Которая при вызове устанавливается при помощи контекста. У меня сразу здесь возник вопрос. Да, Валера. Ты, конечно, знаешь, что такое контекст. Скорее всего, это будет нечто, когда мы посмотрели то, что вызывается. Ну, по сути, Python. Вот у нас есть объект, вот у нас контекст. Вот это у нас метод. То есть контекст. Но, стоп. Я говорю, ребята, вам стоп. Стоп, стоп. А что такое действительно контекст в JavaScript? И мы действительно, я затратил несколько минут времени. И нашел. Контекст выполнения функции JavaScript. И действительно, мы себе открываем глаза. Заметьте, мы себе открываем глаза. И если буквально в прошлом уроке мы изучали тест, мы говорили, да, это контекст вызова. Почему контекст вызова? Потому что, грубо говоря, язык пока нет оператора тест. То есть оператор тест, вот он дошел до него, а до этого он ничего не знает. И увидел вот эту переменную, по сути дела, и тогда вызывает. Ну, тогда язык отрабатывает. То есть, по сути дела, и называется контекст вызова, потому что работает в контексте в конкретный момент времени. Поэтому, рассматривая контекст, сейчас вернусь к предыдущей теме, мы и разбирали, а где уязвимость. Допустим, собрались в ту же тысячу секунд, значит, в этот момент может быть подставлено нечто другое, пожалуйста, хакер вломился к вам. Правильно? И поэтому мы делали обертку, чтобы привязать. Ну, это тема урока, там разобрано. Я хочу рассказать другое, но нам же надо, я хочу, чтобы вы программировали. Поэтому мы, оказывается, должны четко понять разницу между контекстом, контекстом выполнения, глобальной видимостью и ТЭС. ТЭС – это ссылка на объект. То есть, смотрите, и мы говорим, ребята, я говорю, вот это нам надо сейчас, потому что мы сейчас с этим столкнулись. Просто когда в следующий раз мы с этим столкнемся, мы будем это знать. Поэтому убедил я вас, что необязательно язык изучать, вот взять и по порядку. Справочник по порядку должен быть. Но изучать язык необязательно по порядку. Поэтому я не использую. Я использую просто, мы с вами рассуждаем логически, мы учимся программировать, а не просто изучать язык. Но, оказывается, нам и этого мало в данный момент времени оказалось. Мы контекст изучили, ребят, все класс. Ни хрена не класс. Не сходится в голове. Когда мы начали, мы говорим, мы сейчас будем писать функцию bind, но сначала посмотрим встроенную. По сути дела, все действительно просто. Код разбирали в курсе, то есть нам достаточно было посмотреть код, что передается функция, передается контекст. Что такое контекст, мы с вами уже поняли. Мы разберемся. Но передается вызов, функция, с теми же аргументами. Стоп. Хорошо, вы прочитали аргументами, а что такое, вы представляете? Ребят, это не порядок. Не должно быть. Мы читаем. Мы должны все это представлять. То есть мы вписываем, мы говорим, ребята, давайте-ка быстро по интернету найдем, что такое аргументы. Прямо сейчас. Это сейчас для нас важно. Оно есть в функции bind. И мы действительно находим еще один сайт, аргумент, не то немножко, параметры и аргументы функции. Все. Теперь, теперь мы себе быстренько это забиваем, но думаем, нет, мы, скорее всего, параметры и аргументы поставим до контекста. Теперь у нас была цель урока. Основная глобальная цель была упорядочить план базового понятия языка. Мы цель урока ТЭС изучили, контекст выполнения, далее прописали, как терять, как не терять. Это урок. Но глобально, не глобально, а проходя данные вот вещи, да, в уроке. Мы сталкиваемся с разными понятиями, которые относятся к глобальному понятию языка. И мы, если я повторяю, это очень важный момент, ребята, это разница между писать или не писать, или просто изучить, грубо говоря, посидел, два часа покорпел, нас книгой Луца, бляха, позвали обедать, пообедал, пришел компьютер, сидишь, как баран, забыл. Ребят, ну, я тоже проходил этот период. Просто когда проходят годы, и думаю, дай-ка я дам курс, вот как я изучаю новый язык. Вот как его надо изучать? Надо учиться не язык учить, а учиться программировать на языке. Так было точнее. Поэтому, когда мы проходили данный этап, да, и мы, проходя данный этап, начинали понимать, что если мы сейчас используем функцию, я повторюсь, но ничего страшного, то нам надо сейчас понять функции, а конкретные функции будем рассматривать потом. Но когда у нас будет знание, что такое функция, там оно будет легче уже доходить. Параметры, аргументы, тест, то есть контекст. Контекст выполнения, глобальная видимость. Вот теперь, ребята, по крайней мере, это следующие 1-2 курса мы с другими примерами. Вот теперь у нас глобальные понятия языка в примерах. Понимаете, когда мы делаем, оно тут выводится, здесь не выводится, но мы понимаем, то есть у нас получается код, вот, допустим, когда мы проходили, мы взяли вот предыдущий код предыдущего урока, мы взяли и проверили. И мы себе уже отвечали на вопрос. Я спрашивал у вас в уроке, ребята, вот программирование, это когда компьютер делает то, что вы ожидаете. Вот мы взяли код, что сейчас должно произойти правильно, оно отработает, и действительно отработало. То есть вот это уже программирование. Понятно, да? Хотя, по сути дела, мы изучили фрагмент, но при этом то, что нам не хватало в данный момент, и здесь я контекст употребляю в смысле в контексте, именно в этом месте, да? То есть, но здесь в контексте нам надо было понять, что такое функция, параметры, аргументы, отличия, и поэтому уже поняв эти параметры, мы читаем, извините меня, функция бинт создает новую функцию. Отлично всплывает в голове уже нужное понятие, где оно. Сейчас давайте я расставлю немножко по-другому. Сейчас я подготовлюсь и вам все покажу. Все, я подготовился. Вот смотрите. Теперь мы читаем. Я говорю, ребят, вот мы будем делать обертку, и нам надо четко привязать. Привязать, чтобы никакой хакер не вломился в этот период времени одну секунду. Значит, создает новую функцию. Я вам говорил, ребята, мы себе вбили в план, давайте сейчас почитаем. Да, мы создавали функции в курсах уже, создавали. Но давайте сейчас почитаем, потому что потом мы будем, когда далее применять, мы увидим уже в другом аспекте. Но так мы программируем. Далее смотрим. В качестве контекста выполнения тест. То есть, тест мы сейчас изучали в этом предыдущем уроке. Это ссылка на объект. Далее, контекст. Нашли прямо выполнение функции в JavaScript. То есть, что такое контекст, чтобы мы различали глобальную область видимости. Потому что сам по себе тест, это мы только что с вами даже тут вот бегом рассматривали, что это контекст вызова. Но понятие контекст, контекст вызова, глобальная видимость, это надо отличать. Это надо отличать сейчас. Мы сейчас посмотрим. Дальше в коде встретится у нас, если это, а это встретится. Мы уже знаем. Ага, мы знаем. Но тут это в другом варианте. Далее мы читаем. В метод. Отлично, ребята. Но ведь, но ведь, пожалуйста, предыдущий урок, вы это уже тоже знаете. Это все. Мы курсы, курсы. Только начало идет. Только базовый. Ой, надо войти. Над дизайном еще все работаю, но уже сайт полностью работающий. Так что. Так вот. Но, ребята, так вот. Вы уже, когда читаете методы, вы уже, мы уже с вами и шпаргалку создали на прошлом уроке. Правильно? Метод. То есть, мы уже четко понимаем метод создания, что это такое. Это когда объект связывают с функциями. Я сейчас не буду про это. Мы делали. То есть, но для вас, я говорю, кто учится со мной вместе, да, получается, что это уже осознанная строка. Правильно? Правильно. Далее. Передает набор аргументов. Пожалуйста. Есть. То есть, в конце концов, даже в час, вот после моих слов, вы подумайте. Ведь совершенно, когда вы прочитали, бин создает функцию, там бла-бла-бла-бла-бла. И после того, как дополнили ее информацией, смотрите, ощущение тут другое. Но ведь мы все это делаем не просто так. Я сказал же. А мы это рассматриваем в коде. Мы рассматриваем в коде, но нам понадобилось именно это, потому что нам понадобилось, это немножко не та строка, функция бинт. И нам надо было разобраться и функции, и контексты, и аргументы, но это немножко не то. Вот. Но сам факт, что ага, и мы увидели результат, и я то прямо в экране говорю, а чувствуете, как приходит опыт программирования прямо сейчас? Он в вас вливается. Почему? Да по одной простой причине, что методика очень проста. Не теряется нить понимания. Раз. Новые понятия мы ниоткуда не берем. Допустим, как я говорил, ну можем открыть справочник, но это может опытный программист, посмотреть, допустим, одно, второе, третье, ему будет понятно. Новичку, что он прочитает то, первое, второе, третье, он сходит пообедает, вернется, он уже все забыл. А нам такое нельзя. Мы не можем позволить себе просто разбрасываться временем. Поэтому открыть книгу, прочитать, ребят, не вариант. Ничего не будет. Какой вариант? Вариант один. Учиться язык и учиться программировать одновременно путем, путем, который предлагаю я. Рассматривать язык по порядку, но понятия вводить по мере кода, чтобы они были в контексте, именно в смысловом контексте. После этого нам запомнилось хорошо. Мы теперь читаем код. Где у нас находится контекст, где у нас метод, посмотрел. Объявленный переменный объект, контекст, написанный метод, функция, дальше ссылка на объект. Все. Все считывается ментом. Ребят, ну неужели... Нет. Я здесь не скажу. Здесь действительно нужен опыт. Но мне... Знаете, что мне приятно рассказывать, потому что я просто понимаю, вот между такой подачей материала, которую я сейчас даю, да, а я долго собирался, честное слово, потому что я понимаю, насколько это надо скрупулезно, подробно, и это... Так вот. Это прошли годы. Но вы эту методику получите прямо сейчас. Так очень легко выучить абсолютно любой язык. Качественно, чтобы писать на нем. Ну, да ладно. В общем, смысл методики вы поняли. Вот такая моя методика. Мы курс за курсом. Вот это вот на данный момент уже десятый курс, и это мы еще не начали изучать язык. Мы только-только изучаем базу. Чтобы начать изучать язык, нам надо некая база. Это там создание переменных, создание функций, создание методов, сравнение там, ну, все мелочи, которые нам дают понимание, потом действительно изучить язык. Я говорил, что... Зачем GS, да, правильно? У меня GC, GC, GS. Ребят, сейчас воспринимайте на слух. Посмотрите. Есть море фреймворков. Ну, вообще, проще показать. Участники. Ну, возьму себе. GS мы изучаем для того, чтобы получить элементы без перезагрузки страниц. Вот сюда смотрим, 3, follow, 4. Ну, пока я еще не написал, чтобы на себя нельзя подписываться. Просто для показа, да? Отписал обратно. Но GS, это сделано на AJAX, но это библиотека GS. Джу Керри, это библиотека GS. Так, GS же имеет сотни библиотек. Но у них есть общее. Они все написаны GS. И логичным будет от и до изучить GS, тогда нам открывается целый мир, ключ, это мы получаем ключ к целому миру GS. Но вы заметьте, ведь я питанист, понимаете, ярый. Я просто люблю Python. Я от него балдею. И мы GS изучаем, чтобы работать вместе с Джанго. Поэтому я сразу начал писать с написания соцсети. Сам все проделал. И пока буду дальше развивать соцсет, уже пишу уроки. И дальше мы уже изучаем как. Мы изучаем, ведь вы заметили, что мы все делаем в пайчарам. То есть у нас есть проект Джанго. Просто как-то много я рассказал так, но уже надо тогда до конца идею дорассказать. Идея такая. Идея уроки как сосиска, грубо говоря. Мы начали с проекта Джанго. Потом изучаем GS, изучаем AJAX, изучаем Jukeri. Далее используем все это в функциях Python, в Джанго проекты. В итоге мы должны, изучаем сложные вещи в Джанго. Простые вы будете изучать здесь. Сейчас я посоветую, где это типа контента библиотеку, чтобы писать сложные вещи, такие как социальные сети. Вот так мне понравилось. Вот так вот сделать я хочу. То, что сказал перед этим. Если вы совсем новичок, то вам надо набрать сайт. Сайт есть. Ссылка на сайт есть. В описании к ролику. Ну, легко запомнить. spb-tut.ru То есть здесь вы нажимаете логин и пароль, получаете пожизненный доступ, изучаете Python, изучаете Джанго на средний уровень, чтобы могли написать там простой сайт, блог, магазин, такое. А вот сайт, на котором сейчас находятся курсы, это уже сайт python-tut.ru. Это сайт, который будет идти как Django+. То есть все, что может расширять возможности не только Django, а Python и Django. В данном случае, просто в этом уроке мы говорили о JavaScript языке, которым мы будем расширять Django, да, Django сайты. Хотя JavaScript мы можем использовать не только в веб, а абсолютно в любом приложении. Поэтому мы подходим очень-очень серьезно. Я надеюсь, понятно. Значит, ну и стиль обучения, мой личный стиль, который, в принципе, выработался за эти, ну как сказать, 2009 года, вот я пособирал, да, то на сегодняшний день, конечно же, при обучении я, вот в данных уроках, я не использую ни книги, ничего. Я использую просто интернет. И мы с вами вроде бы придерживаемся абсолютно любого из справочников, да, вроде бы, да, но при этом мы, как вы увидите в курсах, в курсах я постоянно просто пользуюсь интернетом, чтобы у нас получилось несколько вещей. Резюмирую, да. Первая вещь. Ведь наша цель, какую вы хотите цель? Писать на JavaScript или изучить просто JavaScript? Да, изучить это значит видеть нечто знакомое, но так и не смочь писать. Я думаю, вы скажете, я хочу писать. Вот этот стиль и дает возможность именно писать на JavaScript. И на Python, и на C, и этот стиль дает выучить абсолютно любой язык. Поэтому мы применяем данную методику. То есть в первую очередь мы ставим конкретные задачи. Пишем код. Зачем нам это надо? Мы постоянно отвечаем на вопрос, зачем вообще в курсе? Постоянно. Зачем нам в данном случае это надо? Нам это надо для того. Мы пишем код, чтобы понимать и видеть, как работает JavaScript. При этом мы пытаемся все, что у нас связано с данным фрагментом кода, не терять нить. И никогда, чтобы наше понимание не выпадало за рамки. то есть не за рамки, не выпадало. То есть если надо сейчас функции, да, до этого мы посмотрели, как они создаются, начали писать, но ведь мы изучаем базу. Нет, давайте сейчас глубже залезем, говорю, нам надо сейчас понятие функции. Нам надо понятие параметров, углументов, нам надо, мы с TES уже столько за эти несколько курсов проработали, что код-то мы уже пишем, но глубокого понимания, пошли руку засунули, давай знания интернет, мы-то знаем, что делаем. Отлично. Конечно же, когда мы начинаем дополнять свои знания в данном конкретном фрагменте, иначе мы начинаем различать, что нам надо, и начинаем различать тот же контекст, что это такое, где он находится, как он выглядит, конечно же, приходит глубокое понимание. И так как это понимание в купе в сумме с кодом, то оно легко запоминается. Ребят, вот вам и весь метод. Все очень просто запоминается, не надо ничего зубрить. И самое главное, скажите, не буду ругаться, обувь Суновски с этим TES пройдет пять лет, вы будете про это помнить. Я вам гарантирую. То есть, получится то, что когда вы пойдете кушать, у вас уже будет крутиться в голове. Да, там срабатывает, там не срабатывает, но никогда не произойдет того, что могло бы произойти при чтении просто обычного справочника, что, или книги, почитали, вышли, забыли. Нет, со мной такого не происходит. Будете писать, ребята. Я, честное слово, рад. Я то рад, то, что вы будете писать, это и так понятно. Я рад, что я добрался до этого курса, потому что я долго собирался. Думаю, это же вот, я вот хотел именно дать и показывать методику, и показывать, как я мыслю в данный момент при изучении языка. Все это вместе. И собрать и Django проект, и Python, и, грубо говоря, весь этот курс должен вас привести к тому, что вы напишите нормальную социальную сеть. Ну, круто, на Django, да? То есть, мы в JavaScript прибавляем к Django. Хотя он полностью, вы можете потом JavaScript изучил и игры писать, это есть даже примеры в Mozilla, все что угодно. Но самое главное, ребят, что это вас круто поднимет. В общем, я надеюсь, что я рассказал, может быть, немножко эмоционально, но так получилось, ребят, ну, просто-напросто, ну, рвет это, ну, ведь понимание есть. Я, когда пишу урок, да, я даже чувствую, что, и говорю, ребят, ну, смотрите, как этот язык входит, как оно, теперь уже есть, что пощупать, потрогать, чем мыслить. Итак, хорошо, и теперь заканчиваем. Если вы первый раз начали только с этого видео, то, я сказал, что надо делать. Сначала, лучше всего, зайти spb-tut.ru, Python, Django, потому, потому, что я часто, часто, очень, не языки сравниваю, а понятия. Вот мы сегодня, допустим, начали урок с того, что на прошлом курсе мы изучали метод. Но, я же вам сказал, ребята, да, вот мы начали заострять внимание, а что такое метод в Python? Методы в Python, это функции, которые включаются в классы. А метод в JavaScript совсем другое. Это объект, соединенный с функцией. То есть, понимаете, но когда и то понятие, и это, два, на отличиях, тап-тап-тап, аккуратненько стали у вас в голове, в ячеечке, и теперь, ага, метод в Python, это в классах, и там есть, ну, я подчеркиваю, а в JavaScript метод это объект, а объект мы раньше все это изучали, а вы сейчас смотрите, думаете, а что такое объект? Курсы смотреть будете? Я спрашиваю, будете смотреть курсы? Да мне то. Это не то. Я шучу, ребят. Все мы изучали. То есть, я хочу сказать о том, что я часто не языки сравниваю, а понятия, чтобы два языка на отличиях, они еще легче будут становиться на место. И в конце концов, вы Python будете знать, и JavaScript. Поэтому, ну, длинноватое видео получилось, поэтому сначала SPB-TUT, получаете логин и пароль, а курсы, которые пишутся, они на python-tut.ru. Вот это жанга средний уровень, сюда входит, как правило, по акции, пока, по крайней мере, пять сайтов. Ну, не буду показывать, сами нажмете. Вот. И вперед, ребят, SPB может по-другому выглядеть, сразу говорю, потому что буду, придет момент, буду переделывать. Я сказал, что буду делать в стиле MPTT. MPT, правильно, неправильно, неважно. В общем, поняли меня, да? Ну, все. Успехов. Спасибо за доверие, спасибо за понимание. За эти годы многие люди начали писать. Это уже практика, но вот этот метод, который сейчас я даю, я долго к нему уготовился, думаю, лень, но он потрясающий, я сам от него кайфую, от того, что понимаю, что вы будете писать, что обязательно получится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.